В Тверской школе номер 24 установили контейнер для раздельного сбора мусора. Перед началом использования детям на уроке депутаты Тверской городской думы и рассказали, и показали, куда, что и почему нужно выбрасывать. Что знает подрастающее поколение о том, как правильно избавляться от фантиков, пустых бутылок и ненужных бумажек? В следующем репортаже. В школе номер 24 прошел необычный урок. Гости депутаты Тверской городской думы и специалисты регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами рассказали школьникам, как правильно распределять мусор, какой мусор бросать в синий контейнер, а какой в зеленый и почему это необходимо делать. Он нужен, мне кажется, в любом случае, потому что это помощь природе, мы ей помогаем. Нужно складывать пластик в один контейнер, стекло в другой и отходы от еды в третий. Можно перерабатывать вещи всякие. Там пластик, бумагу, картон и так далее. Своего рода лекцию назвали «Разделяй, сохраняй» учащимся школы. Эти теоретические знания теперь просто необходимы. Необходимы для того, чтобы применять их на практике. В поле их учебного заведения теперь стоит современный контейнер для раздельного сбора мусора. Каждая секция ящика предназначена для определенного вида. Один для пластиковых бутылок, второй для бумаги, третий для стекла. Позволит внедрять воспитание в вопросах экологии. Вот сегодня получается в 24-й школе безвозмездно передано региональным, не региональным, а всероссийским экологическим аппаратом. Всероссийским, да. То есть из Москвы пришло, все централизовано, здесь, соответственно, поставлено. Весь спецсортов хозяйства будет по мере заполнения, соответственно, вывозить. Подобные контейнеры есть в ряде школ города. Когда такие нововведения воспитывают в детях не только культуру сбора мусора, но и заставляют задуматься об экономической составляющей. Ну да, главное, чтобы дети видели, что этот процесс работает, чтобы это было наглядно, чтобы они с пониманием к этому относились. Что не просто выставочный вот такой блок для сбора, а что действительно идет раздельный сбор, идет утилизация и влияет еще и на экономику, на экономику школьную. Что платим меньше за вывоз мусора. Один килограмм пластика стоит около 24 рублей. Сейчас на пропаганду раздельного сбора мусора делается особый упор. Чтобы привить эту культуру на долгие годы вперед, нужно начинать работать сейчас. Ведь от этого напрямую зависит состояние нашей экологии. У нас не будет таких огромных свалок, которые около города. Если мы будем эти использовать раздельные, это, во-первых, утилизация. Во-вторых, это, я уже сказал, экономически это выгодно и выгодно экологически. Поэтому я бы хотел, чтобы школу начали так, чтобы это у нас и все распространилось вообще на весь город. На уроках природоведения и окружающего мира детям рассказывают о вреде мусора, о том, как важно доносить пустую бутылку до урны, а не бросать, где придется. Теперь необходимо рассказывать подрастающему поколению и то, что мусор нужно не просто выбрасывать, а выбрасывать, что называется, с умом, то есть раздельно. Во-первых, это экология. Наши дети должны учиться беречь природу. Это мы закладываем с первого класса. Вы знаете, что есть такие предметы. И мы будем стараться их углублять и расширять, чтобы дети больше узнавали об этом. Школьники положительно оценивают появление новых мусорных контейнеров. Большинство знают, как ими пользоваться и даже успели опробовать. Депутаты решили поддержать проект и учредили символическую награду. За активное участие в экологическом проекте по раздельному сбору мусора школы будут получать спортинвентарь за счет депутатских фондов.